Добрый день, мои дорогие и уважаемые подписчики и гости канала. На связи канал Саша Шкатулки. Всех приветствую. Мира, добра, хорошего настроения. У нас сегодня новое видео, новый обзор покупок у населения. Снова пришла Татьяна, принесла нам вещи на обзор и для продажи. Давайте посмотрим, что она нам любезно сегодня подготовила. Предметов мало, но они есть, не густо, но и не пусто. Первая такая вот находка Таня принесла. Вот такая вот, как Таня называется? Рог изобилия. Дудочка. Волшебная дудочка для охоты на уток. Смотрите, вот голова утки. Сюда нужно дудеть. Утка приплывает и жаркое вечером кушает вся семья. Вот такой вот рог. Но, конечно же, он не рабочий. Я его тут пытался почистить, его разбирал, потому что здесь есть резьба. Я его разобрал, этот рог. Но что-то он не издает никаких душераздирающих утиных воплей. Ничего не получается, не знаю. Вот такая вот дудка для охоты на пернатых, на уток. Следующая. Такая вот. Предмет такой вот. Это у нас духи опиум, да? Опиум для народа. Почем опиум для народа? Понял так. Париж 36 миллилитров. Написано, сделано в Франции. Смотрите, мои дорогие. Очень хорошие духи. Таня говорит, что очень стойкие, старинные духи. Да, Тань? Ну, это еще советское время. Советское время. Опиум. Опиум. Классное название для духов. Супер. Но очень хороший такой стойкий аромат этих духов. Действительно интересная вещичка. Смотрите. Жалко, конечно, что коробочки не сохранилось, но если была бы коробочка, было бы еще лучше. Так. Ну, вот такая вот еще. Что это у нас, Тань? Сова. Это сова. Это мудрая сова. Не только сова, но это еще мудрая сова. Это у нас какая-то заколочка, наверное, на волосы. Или же, ну, на брошку она не похожа. Это заколка на волосы. Тяжелая. Это уже китайская продукция. Видите? Вот такая вот она блестящая. Но она одноглазая. Где-то в боях за мышку. Она потерпела неудачу с другой совой. И вот глаза у нее нету. Смотрите. Видите? Ну, такая нарядная, красивая. Смотрите, какая сова. Вот так вот. Смотрите, какая сова с камушками. Умеют китайцы, конечно, пустить нашему народу пыль в глаза. Вот такие вот интересные вещи. Красивые, яркие. Но, как правило, они ерундовые. Да, вот именно, Тань. Потом у нас черепаха. Черепаха-тортилла, которая отдала свой золотой ключик. Чиполино. Не, не Чиполино. Буратино. Вот и все. Видишь, уже заговорился я. Буратино. Помощник папы Карло. Вот такая вот красивая черепашечка у нас. из стекла сделанная. Вот такая вот красивая вещица у нас сегодня. Смотрите. Хорошая вещь. Хорошая вещь. Даже поставить на полочку и любоваться вот такой вот интересной вещицей. Черепашка. Вот так вот она играет на солнышке. Вот такие вот все. Вот видите, переливается всеми цветами радуги. Да, Тань? Ну да. Класс. На пузике. Точечки красные. На пузике. Вот на пузике. Тут какой-то такой дефектик, я смотрю. Но мне-то мне кажется, что это... Это стекло когда выливали. Да, производственное. Когда выливали просто вот напросто здесь. Но она скол не похожа. То есть она целенькая. Вот такая вот черепашечка. Миленькая черепашечка-тортилла. Так. Ну и у нас есть такая вот живопись. Живопись нашего местного художника. Это 70-е годы прошлого столетия. Таня лично была с ним знакома. Да, Тань? Да. Это был... Кто у нас кто-то был за художник? Может быть кто-то знает такого? Греченовский. 1975 год. Смотрите. Вот такие вот старинные церкви. Все заросло травой. Береза. Вдали какой-то... Какая-то река. Лес. Вот такая вот интересная картинка. Сделана она на картоночке вот такой. Видите? Небольшие они. Ну красиво сделано. Главное, что есть вот подпись. 75-й год. Греченовский. Такая вот первая картина. Церковь или собор, которая поглотила природа. Следующая у нас такая вот картинка тоже есть. Смотрите. Вот такая вот одинокая хата. Дом. Тоже сельский дом. Тоже вот видите какая природа. Ель. Вот такой вот. Может быть он рисовал свой родительский дом. Может быть какие-то воспоминания у него были связаны с этим домом. Может он рисовал просто-напросто родительский дом. Тоже 75-й год. Вот видите стоит. Вот такая вот картонная картинка. Так. Ну и следующая у нас тоже такой вот старинный дом. Видите? И здесь вот старые лодки. Все весла вот. Лодки тоже стоят. Ждут когда они отправятся на рыбалку. Тоже интересная такая вот красивая работа автора. Греченовский. Видите? Здесь тоже картоночка. Вот такая вот какая-то печать. Здесь вот дарственная надпись. 2001 год. Ну может быть это тоже кто-то кому-то уже передаривал. Потому что 74-й год стоит здесь. Видите? Год. художник Греченовский. Вот такое вот у нас коротенькое видео сегодня на канале. Ничего такого интересного нет. Я думал, что Таня что-то нам принесет более интересное. Ну сейчас не знаю. Посмотрим сколько это Таня зашлет и захочет. Будем договариваться с Таней. Все. Будем прощаться, мои дорогие и уважаемые подписчики. Я думаю, что видео вам понравилось. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Поддержите мой канал своим скромным, простым лайком. Я думаю, что это вам не трудно, а мне будет приятно. Все. Удачи. До новых встреч в эфире. Всем пока. До новых встреч. Пока. Ждите новых видео на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok